Это снова я, с вами Димас, канал Коуза Бразер Хукс, оператор Антон И сегодня решили для вас приготовить интересную такую наливку, заливку, настойку Можно по-разному называть Увидел у соседей растет красная рябина И решил, что нечего оставлять все птицам, а сделать из этого настойку Такая замечательная рябина Вот я ее обрезал, промыл, она у меня промылась Прям с палочками тут, с веточками чуть-чуть Не страшно, все-все, в блендере это мы миксанем В принципе, морозы ударили уже Были морозы небольшие, максимум 5 градусов ночью Она уже подморозилась и довольно-таки должна быть вкусная Уже такая сладкая, в принципе, нормальная Таким вот, с рябиновым вкусом, насыщенным Много вариаций при давлении, есть таких настойок, наливок Но обычно все делают целые ягоды, берут и заливают там спиртом или водкой Или еще коньяком, разными спиртными напитками Мы будем использовать сегодня спирт и сахар Естественно, вода у нас родниковая, подготовленная И все как полагается Как бы 4 ингредиента будет у нас в нашей наливке и настойке Что нам для этого понадобится? Тут где-то, наверное, килограмм, может быть, чуть побольше Я не стал больше рвать, потому что надо и птицам оставить А зима холодная предстоит Ну и как бы, мне кажется, достаточно будет Потому что она реально такая концентрированная на вкус рябина Она не всем нравится, но при этом очень хорошо она сочетается с алкогольными напитками В плане убивает запахи разные, спирта и тому подобное Что для этого понадобится? У нас вот есть сахар, тут 400 грамм Добавляем сюда сахар, сахарный песок А если у вас нет сахарного песка, добавьте сахарную пудру Или наоборот Как бы все засыпали Можете дать немножко постоять Но как бы мы не будем стоять, потому что у нас есть блендер Что-то нога, мы сейчас все это будем блендеровать Перебивать все в кашу Так что начнем, приступим к этому действию Вот показалось, может быть, что много добавил сахара Оно все заберет свое Ну и как бы такая она кислая рябина достаточно И как бы сахар очень не повредит в этой ситуации Ну вот, друзья, смотрите, вот так перемололось у нас Почти вся, есть какие-то ягодки целые, вкрапления Но я думаю, ничего страшного Как бы тут не критично это все Все, берем воду обычную И литр отмеряем Второй литр воды добавляем Ну, всю воду мы добавили Помешаем сейчас Вот получается очень напоминает мне цвет Я делал с облепихой настойку такой же Прям вообще один в один На запах, конечно Очень, очень, кстати, ароматные Очень ароматные И добавляем наш спирт Спирт 96% у нас Тут 0,7 у нас в бутылке Как бы я не развожу сначала воду со спиртом А потом уже добавляю это Я сразу добавляю вот все вместе Потому что я считаю, что какая разница все равно Может реакция не будет, не вступит Но это как бы чисто предрассудки Смотрите, реакция идет Ну, как бы идет она Вот все мешается Но может быть она не потеплеет И здесь было еще 300 миллилитров Забыл сказать об этом Получился литр Таким и сделали мы Получается 1 к 2 Ну, 40 градусов точно получится Спиртометра нету Но как бы уже я делал такие напитки И они достаточно крепкие И не слабые Если так можно выразиться Сейчас вот хорошо все размешиваем В сутки, ну, раза 3 Можно ее вот так помешивая Убрать какое-нибудь прохладное помещение До 5 градусов тепла Лучше всего Ну, конечно, можете и в комнате Чтобы у вас было Но есть опасность То, что она чуть забродит Хотя тут есть спирт Но все-таки ягода Она как бы Ну, как бы никуда Любая ягода, она бродит Так что лучше В прохладном помещении Держать все Естественно, закрыть герметично крышкой Постараться, если не плотно Накрыть пищевой пленкой Потом крышкой Чтобы воздух никуда не попадал Чтобы, опять же, не началось брожение Никакое В принципе, можно ее пить сразу Она уже как бы это Ну, не сейчас вот А вот час пройдет Чтобы реакция закончилась Спирт с водой И можно, в принципе, пить Чтобы у вас все усвоилось хорошо Так что все Сейчас накроем крышкой плотно И уберем прохладное место И через 5 суток Мы с вами снова увидимся Будем уже пробовать садить Что получилось Друзья, всем привет 5 суток прошло у нас Как я раньше говорил Можно было ее на следующий день разливать уже Но чтобы все отдать Все микроэлементы И все полезные свойства Рябины нашей Надо подождать немножко времени Чтобы все сохранилось И отошло в нашу настойку будущую Теперь у нас Вот смотрите Получилась такая штука Запах вообще великолепный стоит Цвет Вообще очень похож на облепиховый Запах волшебный И что мы делаем Мы берем Такое же ведро Для удобства Большой Как бы Объем Чтобы нам было удобно переливать Тушлак ситчика Тут тоже лучше побольше Потому что жмых будет И все переливаем Наше содержимое Из одного ведра Переливаем в другое ведро Процесс очень простой Можете Пусть и так же воспользоваться Вафельным полотенцем Или марлей Если хотите Чтобы у вас не было Больших фракций А так в принципе достаточно Я всегда так сижу И как бы Пьем Всех устраивает Вот и все Что остается у нас Весь жмых Мы чуть-чуть протираем Сквозь сито Хорошо отжимать жмых Потому что Там достаточно много Остается Запах вообще великолепный Просто Прям отдаленно Чуть-чуть Вот напоминает Облепиховые Может быть Какие-то родственники Они с рябиной Не знаю Но запах вообще Обалденный Не то что Когда вот просто Настаиваются Цельные ягоды Рябины На коньяке Или на водке На чем угодно Настаивать Можно Вот А тут как бы Я их блондернул И запах совсем другой Более ароматный Потому что ягода раскрылась Она раскрылась За счет еще спирта Она не кипяченая Она осталась Со всеми Со всеми Своими натуральными запахами Не больше Что вода сырая Как бы Все пьем воду сырую Возьмите любую Подготовленную Фильтрованную Как бы Экологичную Как бы Ну Быть уверен Что вода Самое главное Хорошего качества Потому что Как бы Подводные Подземные источники Они тоже бывают Нечистые Смотря где находится Источник Сам колодец Скважину Где вы копали Нашим колодцем Пользуемся всегда Там вода Очень вкусная Хорошая Хранится достаточно долго Как бы Для сырой воды Вот И все Остался у нас Самый простой момент Это вот Взять и перелить В нашу тару И обязательно Сейчас попробуем На сахар Если сахара Мало Можете добавить Потому что Из рябины Из этой Я первый раз Сделаю И как вы знаете Она очень Горьковатая И имеет Такой Тоже Специфический Вкус Так что Лучше Попробуйте Я Насыпал Сколько Я не помню 300 грамм Что Уже 5 дней Прошло Не помню Надо Все равно Попробовать Сейчас Я возьму Рюмочку Как говорится Не во вред А Для пользы Зок Вообще Обалденный Она Горьковатая Горьковатая Немножко Но сладкая Достаточно Если вы послаще Добавьте еще Необычный вкус Необычный Пьется легко Но вот эта горечь Для профилактики Витаминов Это очень полезно Зимний период Очень вкусно Пьется легко Алкоголь Почти не чувствуется Сахар Вообще Идеально Идеально Чтобы не пересластить Чтобы не слишком Притерная Была Вот Потому что Может кто-то Увлечься И как сироп Выпить Но не главное Мы попробовали Результат Отличный И разливаем Все по нашей По нашей По нашей Таре Процесс Простой И увлекательный Так что Вот смотрите Получилась Такая великолепная Настойка На 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 Рябине Не на Черноплодке А на Красной Рябине Не бойтесь Сделайте Вот такой Результат Великолепный Цвет Прям оранжевый От слова Оранжевый Делается Очень просто Ингредиентов Очень мало Единица Там Спирт Ну или Самогонка Что вы Используете Самогонка Будет Более Полезна В данной Ситуации Так что Был с вами Димас Кому Видео Понравилось Обязательно Подписывайтесь Ставьте лайки Дизлайки Пишите в комментариях Обязательно Какие вы делаете Настойки Либо какие-нибудь Наливки Подобные Из чего-то Там Как-то По-другому Менее Крепкие Но Менее крепкие Такие напитки Они Не очень Пойдут Потому что Ну На любителя На любителя Много Не выпишь А именно Крепкую Выпил И для организма Немножко Полезно И Вообще Увидимся В нашем канале Всем пока Удачи Главное здоровья Берегите себя Все Пока Пока Мне понравилось Результат Отличный Просто Так что Сейчас Пойду еще Собирать С Рябину Что-то Улегся За разговором Пролил Трепочки Нет Ты же Шай Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует